Добрый день, уважаемые наши одиннадцатиклассники! Разрешите представиться. Меня зовут Однокопылова Евгения Петровна. Я учитель средней общеобразовательной школы номер 5, учитель русского языка и литературы. И сегодня мы с вами поговорим о выполнении задания номер 7. С чем же связано задание номер 7? Оно связано с образованием форм слова, с грамматическими нормами русского языка. Что же это за нормы? Грамматические. Грамматические нормы – это правила, позволяющие верно образовывать и видоизменять слова. Это правила использования морфологических форм разных частей речи. Это также правила построения основных синтаксических конструкций. Как же формулируется задание номер 7? В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Нам необходимо найти с вами это выражение или это слово и исправить ошибку. В двух столбиках представлены аналогичные задания. Итак, из пяти словосочетаний мы с вами должны найти одно, в котором допущена ошибка. Вот к такому заданию мы с вами еще чуть позже вернемся. Что же мы с вами должны знать? Мы должны с вами знать о том, какие же ошибки возникают при образовании грамматических форм разных частей речи. С чем они связаны? Они связаны с тем, что мы не всегда верно можем использовать именительный падеж множественного числа имен существительных, родительный падеж множественного числа имен существительных и так далее. Здесь представлены наиболее часто встречаемые ошибки, когда мы образовываем ту или иную форму слова, то или иное словосочетание. Давайте более подробно обратимся к правилам. Итак, цифра К1. Нормативная. Что значит нормативная? Это значит правильное, верное образование форм именительного падежа множественного числа существительных. Уважаемые одиннадцатиклассники, обратите, пожалуйста, внимание. В существительных множественного числа может быть несколько вариантов окончаний. Это может быть окончание «ы» твёрдая основа или «и» мягкое, но это одно и то же окончание. Или же окончание «а» и, соответственно, «я». В каких же случаях мы с вами используем окончание «ы» или «и»? В таких словах, как бухгалтеры, выговоры, инструкторы, табели и так далее. В каких случаях ещё будем использовать это окончание? В заимствованных словах, которые оканчиваются на сор или тор. Например, губернатор, следовательно, они губернаторы. Сенатор – сенаторы. Трактор – тракторы и так далее. Когда же мы используем окончание «а» или «я»? В таких словах, как адреса, купола, погреба, терема и так далее. Обратите внимание, есть исключения. Вот в этих словах, в таких как доктора, профессора, директора, эти слова оканчиваются тоже на сор или тор, но это слова-исключения. И в окончании этих слов мы пишем буковку «а». Что необходимо нам с вами помнить и что необходимо различать? Необходимо различать по значению слова-аммонимы. Давайте с вами вспомним, что же такое слова-аммонимы. Это слова, которые пишутся и звучат одинаково, но эти слова имеют разные значения, оттенки значений. Обратите внимание, образ и образы. Например, образы какие? Литературные. И слово «образа» в значении икона, да? Образа. Например, такое предложение. «В красном углу избы висели образа». Аналогично цветы и цвета. То есть эти слова имеют разные оттенки. Цветы в значении растения, цвета в значении оттенки. Листья и листы. Также мы с вами обратим внимание на слова «договоры», «свитеры», «шоферы», «секторы». Обращаю ваше внимание на то, что в слове «договоры» специально выделена буква «о», третий слог этого слова, для того, чтобы еще раз вспомнить орфоэпическую норму русского языка. Правильно, постановка ударения в этом слове относится именно к этой буковке «о». Третий слог является ударным. Договоры. Второе правило и ошибки, которые могут возникать, связанные с этим. Форма родительного падежа множественного числа существительного. Что может быть здесь в окончании? Здесь может быть нулевое окончание или же может быть окончание следующее. «Оф» и «Еф», как форма одного и того же окончания, и форма «ЕЙ». Давайте обратим внимание, нулевое окончание. Когда мы будем его использовать? В названиях детенышей. Например, «нет», да, родительный падеж. «Нет кого?» – «Котят». «Нет кого?» – «Тигрят». Давайте посмотрим, когда же используется окончание «Оф» или «Еф» в существительных среднего рода. Например, «Нет чего?» – «Платьев», «Перьев», «Простыней» и так далее. Какие же слова являются исключением? Такие слова, как, опять-таки, «Нет чего?» в родительном падеже множественного числа. «Нет блюдец», «Нет зеркалец», «Полотенец», «Щупалец» и так далее. Когда мы с вами используем еще нулевое окончание? При обозначении парных предметов, то есть тех предметов, которые в основе своего слова имеют какую-то пару. Например, сапог, брюк, ножниц, чулок. То есть в этих словах нулевое окончание. Слова исключения – это слова носков и слова башмаков. Вот как легко запомнить слова и окончание в этих словах чулок и носков. Принцип такой – чулки, как предмет, они длинные, но при образовании множественного числа существительного в родительном падеже окончаний в этом слове нет. Оно как бы сокращается. Чулки – чулок, а слово носки наоборот. Носки – маленький предмет, короткие – носки, но слово имеет окончание –ов. Носков слово удлинили. Обратите внимание, существительных среднего рода на ко, например, облаков, древков, тоже будет окончание –ов. Исключением является слово ушек. Третье. В названиях национальностей. Часто эти национальности оканчиваются на буковку р или н. Ну, например, они армяне, нет кого – армян, нет кого – татар. Ну, обратим внимание, окончание –ов свойственно следующим национальностям. Монголов, а никто – таджики, нет таджиков. Хорватов, нет кого – якутов. Я обращаю ваше внимание на выделенную буковку у. Именно на эту букву правильно стоит ударение в этом слове. Якутов ударение падает на букву у. Четвертое правило. Когда же еще мы с вами видим нулевое окончание в словах? В существительных женского рода на ня. Например, басня, но нет чего – басен. Сплетня, но нет чего – сплетен. Также в названиях овощей и фруктов мы часто можем наблюдать с вами окончание –ов или еф. Например, нет чего – абрикосов, окончание –ов в этом слове. Нет гранатов, помидоров и в других словах. Еще давайте посмотрим, в каких же случаях может быть нулевое окончание. В единицах измерения. Такие единицы измерения, как амперы, следовательно, нет чего – ампер, вольт, рентген, микрон, ом и так далее. Но в привычных для нас единицах измерения, таких как граммов, килограммов, гектаров, будет писаться окончание –ов. Какие еще возникают ошибки? Какое третье правило? Третье правило связано с образованием разных степеней имени прилагательного или наречия. И ошибки связаны с нарушением этих форм образования. Итак, я напомню вам, уважаемые одиннадцатиклассники, что в имени прилагательном выделяются две степени сравнения. Сравнительная степень и превосходная степень. О чем говорит сравнительная степень? Она говорит о том, что качество, свойство, признак предмета можно сравнивать. Он может находиться в большей или меньшей степени. Например, слово «храбрый» – это «храбрый человек», а этот человек «храбрее» или «храбрее». То есть мы сравнительную простую степень образуем всегда при помощи суффиксов –е, ее, ей или ше. Тонко, как тонко, как тоньше образовали сравнительную степень. Также сравнительную степень можно образовать, присоединив самостоятельное слово «более» или «менее». Посмотрите, пожалуйста. Этот человек умный, этот более умный, менее умный. Данное прилагательное имеет сравнительную степень. Мы можем сравнивать признак этого явления. Далее. Что значит превосходная степень? Это значит, что свойство и качество предмета стоит в максимальной, выраженной степени и не может находиться уже в большей или меньшей. Ее нельзя сравнивать. Суффиксы «айш» и «ейш» говорят нам с вами об этом. Итак, это высокий дом, а этот дом высочайший. Суффикс «айш» – этот красивый, а этот красивейший. Обращаю ваше внимание на ударение в этом слове. Красивейший ударение падает на букву «и». Превосходная составная также образуется при помощи самостоятельных, добавлением самостоятельных слов. Например, «самый», «наиболее» или «наименее». Этот ребенок веселый, а этот самый веселый. Или можем мы с вами добавить слова «всего» и «всех». Этот хороший, а этот лучше всех, красивее всех, добрее всех. Что мы с вами должны запомнить при образовании разных степеней? Чего нельзя делать? Нельзя смешивать при образовании слова разные формы степени сравнения. Они не могут использоваться одновременно. Посмотрите, пожалуйста, на такой пример. «Она более умнее, чем он». Это предложение грамматически построено неверно. Как правильно сказать? «Она более умная». «Она умнее». Продолжение следует...